Больше всего на свете Анастасия хочет забыть ту ночь, когда ей пришлось спасать себя и троих детей от агрессивного сожителя. Говорит, второй раз почувствовала себя беженкой. Первый в 2015 году, когда из-за войны покинула Донбасс, а второй, когда из-за отца младшего ребёнка оказалась на улице. Её приютили на ночь друзья, а потом они обратились к нам с просьбой как-то посодействовать. Мы в свою очередь обратились к своим друзьям, к нашим помощникам, к добрым людям, как мы их называем, друзья милосердия. И так вот общими усилиями сняли квартиру, помогаем с продуктами. В своём новом доме Анастасия собирается начать новую жизнь, снова выйти на работу и отдать старшего сына в детский сад. Пока девушка полностью не встанет на ноги, ей будут помогать друзья милосердия. Детская комната. Удумная, тёплая, светлая, старость только обжить, обустроить. Мать пятерых детей Оксана тоже оказалась в беде перед Новым годом. Из-за коммунального долга почти в 30 тысяч рублей девушка не могла получать детское пособие и осталась совсем без денег. Батюшка тоже мне помогал, это приезжал, лекарства детям покупал и денег давал тоже. И вот за садик мне заплатили, и продукты питания мне в этой церкви тоже привозили, и одежду, и игрушки. И вот на праздники тоже. Я вообще, у нас вообще не было ничего есть, кроме как картошки, макарон. У нас вообще денег даже не было, нисколько. И нам привезли, и вообще мы такой стол накрыли, просто игрушки детям подарили. Подопечных у епархии прибавляется каждую неделю. Социальную помощь получают практически две тысячи нижегородцев. Например, сейчас полностью заселён кризисный центр «Быть мамой» в зелёном городе. Оказать посильную помощь нуждающимся или обратиться за ней нижегородцы могут в отдел социального служения Нижегородской епархии, который располагается на территории Карповской церкви. Там же находится гуманитарный склад. Анна Колпаева, Время новостей.